Все это проходило во второй половине дня, а с самого утра участники форума уже активно работали на своих площадках. Молодые политики сегодня встречали у себя высоких гостей. Депутат областного собрания Андрей Палкин рассказал молодежи, зачем стоит идти в политику, ответил на вопросы и отчитался о своей деятельности в региональном парламенте. Если сегодня молодежь не заставит думать, не заставит работать, не заставит верить в развитие России, завтра мы останемся один на один с проблемами, которые как ком будут накатывать на нас, и которые нам решить возможности будут очень сложно. Без молодежи мы никуда. На соседней площадке повышали квалификацию специалисты по работе с молодежью. Развивать коммуникацию, привлекать людей к общественной работе. Тренер площадки Ксения Федорова считает, что не нужно никого насильно заставлять объединяться в кружки или клубы, устраивать флешмобы, а сделать их настолько интересными, чтобы молодые люди сами стремились туда попасть. Через любые наши мероприятия мы так или иначе воспитываем, создаем, помогаем вырасти человеку, который просто будет счастливым человеком. Также сегодня у участников форума была возможность пообщаться с главами городов и районов и представить им свои проекты по развитию территорий, а также свое видение решения назревших проблем. Наталья Шарина, представляющая Центр дополнительного образования города Котлас, вышла с предложением о популяризации рабочих профессий среди молодежи. Мы предложили ряд мероприятий, такие, например, как организация профориентационных экскурсий, с тем, чтобы было больше известно детям о рабочих профессиях. В дальнейшем лучшие идеи, озвученные на команде 29, получат финансирование и будут реализованы. Это стала хорошей традицией, это работает, это дает возможность услышать друг друга, и поэтому, конечно, внимание к форуму, к этой площадке взаимного обмена и выработки решений растет. Можете здесь посмотреть и с другой стороны тоже. На этом стенде участники форума написали свои вопросы к губернатору. Они, разумеется, были озвучены и на встрече молодежи с Игорем Орловым. Также главе региона показали избирательный штаб команды 29. Форумчанам предстоит выбрать своего президента. Каждый кандидат, а их на сегодняшний день шесть, сможет выступить со своей программой в так называемом гайдпарке. Этот импровизированный выборный процесс создан для того, чтобы повысить избирательную активность среди молодежи. Лидер по результатам голосования сможет пройти стажировку в органах государственной власти. Выборы максимально приближены к реальности, но, соответственно, с условиями форума, в игровой форме все это будет проводиться. Но, опять же, у кандидатов будет возможность провести агитацию, сами избиратели смогут ознакомиться, то есть будет информационный лист. Также губернатору показали условия размещения форумчан. Затем состоялось выездное заседание регионального правительства и общение главы региона с участниками команды 29. Подробности смотрите в наших следующих выпусках.